Всем большой привет! Сегодня я хочу поговорить о том, какие у меня новости, почему я так редко появляюсь на канале и что будет дальше. Я хочу сохранить канал, но иногда у меня появляются мысли все закрыть, удалить, потому что, чтобы заставить себя сесть, где-то найти место, вот в данный момент я снимаю на кухне, так как дети спят, и слава богу, что они спят, и мне дают это время, которое я могу провести с вами, чтобы настроиться, чтобы привести себя в порядок, чтобы накраситься, чтобы собрать все вещи, которые я связала, или чтобы придумать тему, это нужно достаточно много энергии. Сейчас я всю энергию отдаю детям и дому своему, так как дочка у меня перестала ходить в садик, мы сидим все дома, дочке у меня моей 2,8, почти 2,9 и сыну почти 10 месяцев. Я занята их воспитанием, заботой о них, и достаточно трудно найти время для того, чтобы продолжить заниматься своим любимым хобби, и кроме вязания, это съемки видео. Хотелось бы, конечно, чаще, но, к сожалению, не все получается так, как мы планируем. Вот, ну и, конечно же, конечно, мне очень жаль, что это все, мои видео появляются все реже и реже, хотя подписчики все прибывают, казалось бы, да? Странно. Странно. Откуда вы, люди? Откуда вы приходите? Я знаю, что сейчас YouTube достаточно странную политику ведет и редко показывает видео даже людей, на которых ты подписан, поэтому я теряю сама своих любимых блогеров, и приходится залазить в подписки периодически, и смотреть тех, на кого я подписана и соскучилась, давно не видела. Вот, поэтому мне странно, что вы еще до сих пор со мной, извините, что так получается. Кроме детей, забот о доме и вязании, я также ввязалась в одну авантюру, так скажем. Я стала участницей марафона по похудению, и я очень люблю это дело. Занимаюсь буквально с детства, наверное, всякими диетами, спортом и так далее. Я не скажу, что я когда-то была прям сильно в большом весе, но достаточно многие люди, сравнивая меня с сестрой, говорили, что вот она такая худая, а ты такая сбитенькая, нормальная такая. Да. И, конечно же, во мне вырабатывали комплексы. Сейчас, после родов, конечно же, я замечаю, что надо приводить себя в форму, и мой вес скакал туда-сюда. После первых родов с доченькой я начала худеть, когда я исполнился год. И достаточно быстро, где-то месяца за два, я пришла в форму, которой у меня не было даже до беременности. Я была очень этому рада. И тут я узнаю о второй беременности, и приходится опять набирать свой вес обратно, свои килограммы. Сейчас моему сыну почти 10 месяцев, и я уже почти пришла в свою идеальную форму. Благодаря этому марафону, на него я наткнулась случайно в Инстаграме. Проводит марафон компания, которую я не хочу называть, чтобы не делать рекламу. Компания по функциональному питанию. Но я не являюсь менеджером этой компании, а являюсь просто приверженцем, поклонником, и очень люблю все, что там представлено. И поэтому я пошла на марафон. Два приза. Одновременно я участвую в двух марафонах. В первом марафоне это три телефона. Первое, второе и третье место айфоны. И во втором марафоне приз 30 тысяч рублей. Я надеюсь, что не расстроюсь, если не выиграю. В общем, я пошла туда не ради приза, а ради себя. И ради азарта. Я всегда была таким азартным человеком. И не всегда мне это на руку было. Но в данный момент я надеюсь, что все-таки я, хоть и не выйду победителем приза, я выйду победителем для самой себя, так как это ее ограничение достаточно серьезное. Целый месяц я сижу на строгой диете. Она не строга по... То есть она не голодная. Но не хватает любимых продуктов, не хватает просто обычных продуктов, которые можно жевать. И я надеюсь, что когда это закончится, я не наброшусь на холодильник. В общем, я чувствую себя прекрасно, и я думаю, что не наброшусь. Потому что мне все нравится, и я буду придерживаться дальше каких-то небольших уже ограничений, чтобы поддерживать себя в весе, который мне нравится. В общем, так много об этом. Но я надеюсь, что это кому-то будет полезным. В том смысле, что даже кормящая мать с младенцем на руках, а младенец кушает и днем, и ночью, можно взять себя в руки. И я надеюсь, что я буду мотиватором заниматься не только обычными повседневными делами, но и собой также. Еще я начала использовать японский массаж по утрам для лица. Японский массаж лица. Посмотрите в интернете, это достаточно простая, но очень приятная и эффективная техника. Даже если вы встаетесь с небольшими отеками, после этого массажа, буквально через 15 минут у вас все проходит. И я надеюсь, что в итоге морщины у меня появятся гораздо позже, чем они могли бы появиться. Еще я давно уже слышала об умывании маслом. Масло это касторовое, разводится в определенных пропорциях с любым другим маслом. Таким вот, допустим, я использую льняное масло, потому что оно у меня есть. Можно использовать любое растительное или оливковое масло. Умывание это происходит вечером для того, чтобы очистить поры. То есть есть такие маски, черные маски угольные, да, которые вытягивают все, что не нужно, все, что скопилось на нашей коже. И это иногда бывает травмой для нашего лица. А здесь мы мягко, постепенно очищаем свое лицо, даже до такой степени, что можно ходить потом без основного тона. То есть лицо становится достаточно чистым. Это тоже на заметку девушкам, кто хочет что-то новое использовать. Наберите тоже умывание маслом. Посмотрите подробно, как это делается. Что еще? Что еще? Еще. Кроме того, что я до сих пор слежу за блогом Милы Левчук, и это очень полезный блог, но на курс я не пойду. Книгу я прочитала. Книжка очень полезная. Ее нужно перечитывать периодически, когда что-то забывается. Что-то я приняла для себя прям сразу, а что-то, я надеюсь, придет постепенно в итоге в мою жизнь. И это работа над собой уже на духовном плане, на духовном уровне. Тоже надеюсь, что кому-то будет толчком пересмотреть свои отношения. К жизни, к отношениям и к себе в первую очередь. Я работаю над собой, и это мне приносит удовольствие. Пока так. Кстати говоря, я когда-то заикалась о том, чтобы учить английский язык. Я забросила. Хотя начало было таким воодушевляющим, и мне понравилось, что получается в итоге. То есть я знаю, что если действительно заняться этим, что все получится. Но пока у меня нет мотивации, стимула для чего. Для чего мне это нужно. То есть я, конечно, учусь, могу выучить слова, грамматику и так далее. То есть какие-то основы. Но для чего? Я не буду использовать это в своей жизни. Путешествовать пока нет возможностей и нет в планах у нас. То есть пока мне это не нужно. Может быть, поэтому я и забросила английский. А еще я хотела заняться каким-то небольшим бизнесом для того, чтобы не сидеть просто так. Но на самом деле я поняла, что это уже будет лишним. Я, конечно, вяжу иногда на заказ. В основном это те люди, которые меня знают, которые знакомы со мной. И это какую-то денежку приносит. Но это не основной мой заработок. Я сижу в декрете, получаю декретные. Также у меня есть муж, который зарабатывает деньги. Также у него сейчас есть бизнес по пряже, который пока денег не приносит. Но процесс идет. Вот. И пока от этой идеи я решила отказаться. Меня пока все устраивает. И чтобы не тратить лишнюю свою энергию, я пока не буду этим заниматься. Сейчас хочу готовиться к Новому году. Хочу связать детям своим какие-нибудь интересные наряды. Или хотя бы шапочки всем одинаковые, всей семье. Хочу, чтобы у нас была новогодняя совместная фотосессия семейная. И чтобы мы были там такие интересные какие-нибудь в моих шапочках. Вот. Что еще? Ну, в общем, я практически все, наверное, рассказала, что могла о себе. Делитесь также своим настроением в комментариях. Делитесь тем, что вы думаете о затронутых мною темах. И всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok